Здорово всем ребят! Ну что ж, давным-давно мы с вами не виделись, вот решил возобновить, так сказать, свою работу по поводу показа всяких там приблуд интересных. И вот сегодня перед вами такая вот интересная приблуда, на мой взгляд, именно для тех людей, у кого есть необходимость в том, чтобы быстренько резать всякие мелкие вещи, мелкие имеется ввиду там какие-то помидорки, огурчики, лучок, ну очень быстренько делать. Вот есть вот такая вот штуковина, называется она мини-миксер с USB. Продавец на Озоне сказал, что значит в подарок будет USB кабель, но как вы видели в коробочке, вернее в пакетике все это было сделано. Итак, вот таким вот образом все это заворачивается здесь. Так, вот таким вот образом, я еще, собственно говоря, даже не смотрел сам. Давайте посмотрим, вот такой вот массипусенький USB, и у меня даже такой есть USB, если честно, здесь вот такие вот у него, вот одна вот такая, и вторая вот такая. Вот я не знаю, это обычное мини-USB, а это какой-то там дополнительная какая-то штука. Ну и что еще здесь у нас сам большой этот, ну так он довольно вместительный получается этот миксер, вот так вот он выглядит. И здесь еще у нас с вами есть вот такая вот инструкция. Сейчас я ее достаю, в инструкции у нас что здесь есть. В инструкции просто показывают на английском языке, что как, с чем едят, и, ну, больше здесь, собственно говоря, ничего нет. Сама штука в пакетике, вот, в каком-то невзрачном. И делается это как-то вот так вот, вытаскивается он в разобранном виде. Я взял розового цвета, здесь, значит, сама штуковина такая, вот сюда вот включается, вернее, не включается, а подключается USB, заряжается. Здесь какие-то вот указатели, показатели, я не знаю, как это правильно сказать. Так, ну-ка. Вот такая вот штуковина у нас, короче, здесь розовенький взял, потому что он был просто самый, как бы, дешевый следов, я не вижу. Эксплуатации, вроде как, все чистенько, никто вроде ничего тут не нажимал даже. Вот так вот он включается, и, к сожалению, здесь лампочка не горит, насколько я понимаю, лампочка должна здесь загораться. В общем, здесь он состоит еще вот из такой вот штуки. Сюда мы закладываем нашу еду, которую мы хотим, например, яблочко. Вот, и сейчас я что-нибудь даже попробую сделать, если работает сам механизм. В общем, мы ставим здесь вот штырь внизу, мы сюда его ставим, а затем мы ставим вот эту штуку. Здесь есть вот эти вот пазы, два паза. Мы сюда вставляем в эти пазы, и потом сверху вот эту штучку, чтобы она совпала вот с этим шестигранником, вставляем каким-то образом. Не знаю, что здесь как. Нужно крутить, не нужно, либо он просто вот так вот и останавливается, и... Ух ты, он даже крутится! Сейчас попробуем что-нибудь сделать с вами. Итак, ребят, быстренько режем сюда вот так вот, такими вот штучками. Вот так вот, вот так вот. Яблочко. Делаем еще. И еще. Ну, надо его просто порезать, чтобы он сюда влез, и все. Хотя я правильно, не знаю, правильно ли я сделал или нет. Как-то же нужно здесь сначала эти пазы сделать. Нет, наверное, неправильно. Наверное, короче, сначала вставляем. Вот так. Потом накидываем сюда яблочки наши. Вот так вот. Потом закрываем. Сначала вот этой частью. Естественно, надо, чтобы все залезло. Вот так вот. Как-то вот оно что-то почему-то не залазит. Какой-то маленький этот. Вот так, вот так. Ну, эта штучка, она подходит и для орехов всяких. И для всего... Ой, для всего подобного, ребятушки. Извините. Вот так. Закрываем. Так. Все, понеслось. Режем. Поехали. Ну, он нарезал пока вот так. Может, я неправильно поставил нож. Он почему-то не режет. Ну, в общем, еще режем, еще режем. И получается вот так. Короче, он не целиком порезал. Значит, вот так вот это получилось. То есть он режет не совсем так, как мы планировали. То есть остаются все равно какие-то вот довольно крупные кусочки. И вы видите, я сейчас режу. А нож просто пролетает между этими частями яблок. И в принципе ничего больше не режет. Поэтому, ребятушки, кого устраивает именно вот такой вот результат, ну, рекомендую покупать. Все-таки яблочко буквально там за 30 секунд порезало в такую мелкую крошку. На мой взгляд, неплохо. На мой взгляд, неплохо. Особенно для людей, у кого есть какие-то проблемы с зубами, например. Ну, с кусательными вот этими штуковинами. Если испытываете проблемы, то, на мой взгляд, очень даже хорошая вещь рекомендую брать. Ну, а на этом все. Спасибо, что были. Всем удачи. Увидимся в следующих видео.